Фабрика-завод Во-первых, на какой площадке пройдет фестиваль и какая программа вкратце? Фестиваль будет проходить на нескольких площадках или, как говорят сейчас, локациях. Открытие торжественное состоится в концертном зале Алтайской государственной академии культуры на улице Проспекте Ленина, 66. Начало в 10.30. Это первый день. И второй день у нас пройдет на территории Спички или Барламодического севеплавильного завода. Там у нас есть арт-пространство, арт-спичка. Вот там будет проходить основной массив всех мероприятий. И отдельная проектная сессия у нас будет проходить в зале Алтайского краеведческого музея. То есть это уже суббота-воскресенье получается? Это пятница и суббота. В воскресенье у нас запланированы две больших экскурсии. Одна экскурсия у нас в дом-мемориал, мемориальную усадьбу Раменского в Озерках. И вторая большая экскурсия, даже их несколько, это уже на территории исторической части города Барнаула. Кого ждете на фестивале? Кто приедет? Кто будет участником? Наш фестиваль межрегиональный, и поэтому у нас присутствует, во-первых, впервые вообще интересный человек, специалист в области сохранения памятников культурного наследия, это Мария Леонтьева. Она будет модератором деловой программы. Да, она будет модератором деловой программы, как эксперт и как специалист. У нас будет из Новосибирска архитектор, автор очень интересных проектов приспособлений исторической части военного городка, в частности, в Новосибирске. У нас также предполагаются гости из соседних регионов, может быть, будет даже из Томска, из Сузуна. Ну, из Сузуна, скорее всего, не приедет. Но, тем не менее, такие у нас гости будут. Ну и, соответственно, рядовых горожан какая ждет программа? То есть специалисты между собой общаются, и, конечно, им друг с другом интересно. Но вот если рядовой горожанин придет, просто поинтересоваться, что его ждет? Ну, во-первых, горожане, я думаю, для себя найдут ответы на многие вопросы, которые у них есть. Это, конечно, горожане имеют в виду активную часть населения, которая... Это интересная тема. Там будет очень много выступлений. Это очень большая пообширная программа наших самых ведущих историков, краеведов, исследователей, экспертов и архитекторов, в том числе и практикующих, и теоретиков, которые вот как раз расскажут, во-первых, об истории, потому что это можно, наверное, бесконечно рассказывать, но очень интересные. И новые находки, новые исследования. Мы ожидаем очень интересные находки, свежие, с археологических раскопок, раскопок на Площади Свободы, в частности, очень интересные. Это свежая информация. Это абсолютно свежая информация. Также нам расскажут о своих экспедициях наши краеведы, которые побывали этим летом. Это тоже очень свежая. И, конечно, такие фундаментальные темы по истории. Это тоже новая. В основном это не какие-то дежурные будут вопросы об истории, которые есть в учебниках, в каких-то материалах. А это будут именно актуальные, свежие материалы. Конечно, там будут и проблемы, которые будут вскрываться, и, наверное, об этом будет открыто совершенно разговаривать. Проблемы, которые у нас накопили за последние годы, и за последний год, в частности, очень такой бурный, активный, вы, наверное, все знаете, в связи с тем... — Различными событиями. — Различными событиями, да. Это будет то же самое. Поэтому готовые... У нас ведь сейчас в составе наших организаторов, в соорганизаторах теперь у нас правительство Алтайского края, это в лице Управления по охране культурного наследия. Ну, мы как территория, да, Алтайская краевая общественная организация, Министерство культуры и городская администрация. — То есть, получается, это не такой между собой архитекторов, а именно широкое обсуждение? — В том-то да и дело, что именно в этом году фестиваль выходит на совершенно другой уровень, потому что к нему подключаются теперь власти, то, что мы очень, конечно, хотели. — Потому что от них, как ни крути, многое зависит. — Конечно. Поэтому, да, мы ожидаем такой больший резонанс. И самое главное — это соучастие. То есть, наконец-то, нам все-таки удалось и удается объединить, это наша задача — консолидировать всех участников процесса. граждан, власть, экспертов, ученых, архитекторов. То есть, вот создать вот такой, какое-то общее для нашего города, да и для Алтайского края, какую-то общую платформу для дальнейшего движения по сохранению памятников культурного наследия. — Но ведь, насколько я знаю, горожан ждут еще мастер-классы, экскурсии, квесты даже. Что это такое? — Тоже квесты будут исторические, вот что очень интересно, как раз по теме сохранения истории культурного наследия. Он будет проходить на территории парка Центрального района. Ну, наши модераторы по квесту, они подготовили, я не хочу раскрывать, не спойлером быть здесь, это для желающих. Я думаю, что это очень интересно будет и для школьников, и для молодежи, да, для любых, в принципе, людей, которым это интересно. — То есть, это некое приключение интерактивное? — Да, это такое интерактивное приключение с хорошими подарками, кстати, у нас готовят наши спонсоры. Это тоже... — То есть, есть смысл прийти и куча? — Конечно, 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 да. — Тема фестиваля в этом году «Культурное наследие. Перезагрузка». В чем смысл и что вы вкладываете в эту формулировку? — Ну, вот как раз то, в чем я, собственно, и только что сказал. То есть, перезагрузка в том, что мы перезагружаем отношение к сохранению исторического наследия. То есть, вот, включение сюда именно правительства Алтайского края, да, городской администрации и других вообще экспертов, что раньше мы тоже не задействовали. Мы именно с этим фестивалем хотели бы перезагрузить вот это отношение к сохранению культурного наследия. — Ну, как вы считаете, вот организация такого общественного диалога, даже полилога, наверное, будет правильнее сказать, она поможет лучше разным интересантам, разным сторонам понимать друг друга? — Конечно. — Потому что зачастую все ведь упирается в коммерческую выгоду и так далее. — Конечно. Для чего у нас деловая программа? Вот второй день фестиваля. Это как раз платформа, на которой мы хотели бы объединить все заинтересованные части общества. То есть, это и стейкхолдеры или предприниматели, да, это и власть в лице. Очень мы надеемся на городскую администрацию, потому что от этого зависит как раз это генплан города, это историческая часть города, это будущее возможное переформатирование правил землепользования и застройки в этой исторической части города. Это, ну, конечно, власть сама по себе, эксперты. Вот это как раз платформа, или мы хотели бы это назвать, называем это проектной сессией, вот как раз формулировать вот эти как раз инструменты, механизмы взаимодействия. Как дальше нам двигаться? В какую сторону? И как? Выявить ценность этого, выявить какие-то экономические выгоды. Ведь, собственно, есть, существует понятие экономика культурного наследия, а она действительно очень эффектная. Мы знаем по нашим даже соседним регионам, тот же Иркутск, очень успешно. То есть, принимать опыт надо, и это заблуждение. Ведь правда, что объекты культурного наследия это такое бремя, балласт, который нужно содержать? Нет, это мы как раз хотели бы вот и на этой проектной в частности сессии, это опыт Казани, то, что Мария Леонтьева нам расскажет как раз, конечно. Мы хотели бы иркутян, но, я думаю, это будущее. В будущем мы пригласим еще их. Они как раз расскажут именно об успешном опыте реализации вот таких вот проектов. И я думаю, что впереди, ну, я оптимистично настроен, что мы, наверное, переломим эту ситуацию. Собственно, перезагрузка — это вот один из таких вот терминов, который как раз и подходит для этого. Ну и в завершение программы, может быть, пару примеров, вот как в других городах, в других регионах используют вот такие старинные здания, например, в государственной собственности или в частной, чтобы они, с одной стороны, сохраняли свой внешний облик, а с другой стороны, служили... Да, ну, наверное, ближайший опыт у нас есть. Это Иркутск, ну, как наиболее, наверное, продвинутый регион в этом плане и город. Томск, Новосибирск. Там уже начинают появляться вот такие, так называемые, культурные пространства, которые занимают как раз, вот и располагаются в исторических частях города. Очень большая проблема сохранения промышленного наследия. Вот мы знаем, да, дрожж-завод там у нас, электростанция и виноводочный наш, ликвироводочный завод. Это вот те места, которые, кстати, очень хорошо, как раз их, они очень хорошо подходят под культурные новые пространства. И они как раз экономически-то очень выгодны, потому что там как раз предприниматели активно используют эти здания, находят новые функции, придают им. И, кстати, как раз спичка, это как главная площадка и главная тема, собственно, фестиваля. Всегда была и будет, это наше название. Там огромное поле. Это как раз на территории Барновьевского павильного завода можно создать огромный, я думаю, это, если все получится у нас и повезет, мы создадим еще самый крупный, наверное, такой кластер, культурные, культурное пространство вообще на территории Сибири. Надеюсь, так и будет. Александр Федорович, благодарю вас за интересную беседу. Еще раз приглашаем всех на фестиваль «Фабрика-завод» на этих выходных, на различных площадках в Барнауле. А нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня в студии программы «Интервью дня» был Александр Деринг, почетный архитектор России, член правления Алтайской организации Союза архитекторов страны. До встречи в эфире. «Интервью дня» «Интервью дня»